Добрый вечер, добро пожаловать в виртуальный Бет Исраэль, здесь в Юрмале. И сегодня, как любой вторник, мы вместе изучаем торгу, мы вместе изучаем и обсуждаем главу неделю. И на этой неделе мы не просто изучаем о главе недели, а мы на самом деле с помощью этой главы затрагиваем и попробуем понять целую книгу из пяти книг Моисея. Потому что на этой неделе мы начинаем новую книгу, книга Бамидбар. И первая глава в этой книге, как это обычно бывает, также называется Бамидбар. Бамидбар буквально означает «в пустыне», и не просто так есть это имя «в пустыне», потому что действительно в течение всей этой книги, это четвертая книга из пяти книг Моисея Бамидбара, история идет о, по факту, 40 лет, которые в них мы, которые в них народ израиль застрял в пустыне, пока смог наконец дойти до земли бытованной, но не только дойти до земли бытованной, но также и войти и начинать захватывать землю. В сегодняшний урок мы получим некоторые ответы на вопросы, которые мы задали вчера, на уроке, который был посвящен Дню Иерусалима. Мы увидим, что есть абсолютно прямая связь между День Иерусалима, этой главой недели, не просто так, это глава недели и начинание этой книги. Она всегда вокруг праздник Шавлот. И на самом деле сегодня мы также будем задавать вопрос, который на какой-то степени мы ответили на этот вопрос вчера на уроке, посвящен Дня Иерусалима, но мы ответим уже более конкретно и более детально на дополнительный урок Дня Иерусалима, который будет в ближайший четверг, который будем читать для Турам и Цион, для Улами в Москве. И, конечно, запись будет, дай Бог, доступна всем нам. Помните идею, которую я с вами поделился от одного из моих учителей, от Равширки, что есть возможность нарисовать некий символ, создать символ для каждой из пяти книг Моисея. И мы сказали, если вкратце напомнить нам, мы говорили о том, что Берешит и Шмот первые две книги, Бытие и Эксодус, Исход, можно их суммировать со стрелки, которая идет сверху вниз, потому что оба книги занимаются с раскрытием и влиянием Всевышней нам, Всевышней, в этот мир, начало сотворения этого мира, раскрытием присутствия Творца нашим праотцам и праматерям, Абраме, Цахи, Якове и так далее. Вторая книга, конечно, это Египет, это «Десять казней», исход, раскрытие Красного моря, дарование Торы, изумительное. Третья книга, которую мы завершили на прошлой неделе, когда мы читали главы Бе-Гар и Бе-Ху-Котари, можно суммировать эту книгу, третью книгу, с обратной стрелкой, снизу вверх, потому что третья книга действительно занимается в основном с жертвоприношением, как мы влияем обратно, как мы влияем на верхние миры, на духовные структуры, которые ведут благословение, ведут и зубы ли Творца нам в этот мир. И, наконец, мы доходим к четвёртой книге, которая не совсем простая. Если мы хотели бы её суммировать, мы бы сделали сломанную линию, где есть линия и нет линии, есть линия и нет линии. Вот такая сломанная одна линия, потому что мы читаем по факту 40 лет, которые в них мы застреваем, которые в них постоянно мы как будто задеваем те же грабли, к сожалению, как будто мы не можем изучать своих ошибок, постоянно забываем, постоянно заходим в какой-то луп, в какой-то замкнутый круг, который в нём мы жалуемся, который в нём мы отключаем себя от изубилия Творца, и как будто забываем, не понимаем, недопонимаем, забываем, откуда мы вышли, забываем, для чего мы оттуда вышли, куда мы идём, что мы получили и так далее, и тому подобное. И вся эта книга — это одно большое колебание, вверх-вниз, вверх-вниз, американские горки. Тем этим, конечно, это означает, что эта книга, она очень интересная, она очень насыщенная, но эта книга, она, конечно, и непростая. На английском эта книга обычно называется Numbers, потому что книга начинается тем, что мы считаем народа Израиля, в течение этой книги мы будем ещё раз считать народа Израиля, но на самом деле на иврите ещё раз называется Бамидбар в пустыне, и идея пустыни, я думаю, будет главный мотив в нашем сегодняшнем уроке. Мы знаем, что не просто та, кто использует определённые слова, определённое описание места и так далее. Вы знаете, в Нагилата Ацмаут, когда её читали в 48-м году, Бен-Гурион и так далее, написано, что вот здесь, на земле Израиля, в стране Израиль родился народ Израиля и так далее. На самом деле это неправильно, потому что народ Израиль родился или обновил себя и своё состояние в этом мире именно в пустыне. Именно в пустыне. И я хотел бы начинать сегодняшний урок с некоторыми цитатами из Медраж, который, как-то никак не странно, занимается с пустыней. Что за пустыня, почему именно в пустыне мы получаем тору, почему мы не получаем тору в Эдамский сад или в Иерусалиме, да, мы говорим, Иерусалим такое святое место, почему мы не там, на горе Мурья, почему там не получили тору? Почему мы должны выйти из рабства и пройти через пустыню? Рамбам об этом пишет, интересно, я думаю, что в прошлом году мы к этому относились. Так что давай посмотрим, что Медраж нам пишет по поводу пустыни. Одно из мест, да, написано так. Если человек делает из себя пустыню, что это значит? Что все могут там ходить не просто бесплатно, а свободно. то есть делать себя неважным, делать себя простым, ставить себя под всех остальных, тогда такому человеку Тора дана в подарок. То есть здесь Медраж говорит, ты хочешь, чтобы Тора была тебе дана, ты хочешь, чтобы Всевышний ты должен от себя сделать пустыню, ты должен от себя сделать дорогу, которую на ней каждый может будет ходить, проходить и так далее. То есть мы здесь видим еще раз, что когда говорят о народе, что мы избранный народ, интересно, да, что это дорога или пустыня, то место, которое служит всем одинаково, а ты хочешь быть избранным народом, ты хочешь получить то, ты хочешь, чтобы нам была тебе дана, ты должен быть полезным для всех, ты должен служить всем, ты должен делать себя, как дорога для каждого, то есть быть проводником, по факту. Еще один момент в Медраж говорит так, Нитнага Тора Бамидбар, было дана Тора, Всевышний дал Тору, где? В пустыне, что это пустыня, Баймаком Эфкера, место, которое принадлежит никому, нету владелец у пустыни. Я знаю, сегодня, например, Святая Сахара и так далее, так часть Сахара принадлежит этому государству и другому, по факту, это никому не принадлежит. Ты не можешь контролировать, ты не можешь владеть пустыней, она никому не принадлежит. Что это значит, что она не принадлежит никому? Что каждый, кто хочет зайти в пустыню, что-нибудь получить у пустыни или в пустыне, может этого сделать. Это не принадлежит никому, из-за этого это может служить каждому. И действительно, есть немало места, немало фразы в Торы, которые показывают нам, что по факту Тора была написана, была дана всем народам, всему миру, но для того, как в книгах у Зары реально сучит, для того, чтобы все могли получить СТОРу, ты не можешь просто отдать СТОРу всем, потому что если ты сделал что-то всем, значит ты сделал ничего для никого, а ты должен дать протикулярно, специфически одному, для того, чтобы оттуда это распространялось дальше. И именно из-за этого само дарование Торы, которое Турана для всех, оно было протикулярное дарование, то есть оно было точечное дарование для народа Израиля и через народа Израиля всему миру. Еще один момент в Медрашим написано так, «Давкабамидбарша кольша вимба» Именно Дараван Торы была в пустыне. Почему не в Израиле? Потому что было большое желание, что не было ни одно колено из 12 колен Израиля, который встанет и скажет, «О, мы самые важные!» Почему мы самые важные? Потому что Тора была дана на нашей территории. Значит, мы важнее. Значит, мы избраны от всего этого народа. Мы важнее, мы сильнее и так далее. И это зло использовать. Именно из-за этого, для того, чтобы ни один из народа Израиля скажет, «Я важнее других!» Тора была дана в пустыне, где там, в пустыне, все колени были равны. Были равны перед Всевышним и перед самим собой. То есть не был кто-то важнее, кто-то менее важный в пустыне. Перед тем, как получили Тору, реально весь народ был ровным. Помните, когда в итоге выбрали колено Леви служить в храме и от колено Леви в итоге выбрали семья священников, это было уже после Греха Золотого Тельца. Было после того, что Моисей уже поднялся на горе Синай. Значит, мы действительно видим, что Тора была дана именно в пустыне, потому что там все были равны. И это очень важный момент, что никто не мог сказать, о, я важнее, чем свой брат. А если такая фраза использовать на Медраж, я думаю, что мы также можем сказать, что нельзя сказать, что мы, как народ Израиль, мы важнее, чем другие народы. все равно Тора была дана конкретно народу Израилю, мы объяснили это почему, и из тех из нас, кто хотят поглубже зайти и понять эту тему, конечно, очень рекомендую прочитать книгу Кузары от Ригал и другие мудрецы, которые занимаются этим вопросом, конечно, а также в серии ведения в юдаизм, я думаю, в начале наше уроки, также мы обсуждали этот вопрос, можете, конечно, вернуться в YouTube и посмотреть на запись. Кстати, если мы уже обсуждаем эту идею, у нас есть маленькая проблема с Иерусалимом, потому что Иерусалим, Иерусалим принадлежит в основном колене Иуда, часть Иерусалима принадлежит колене Бенямин. Значит, может быть, одна из этих колен мы могли сказать, а мы важнее, потому что Иерусалим у нас, а в Иерусалиме храм стоит, а как так? Еще один момент, мы же изучаем второй, написано, что вся земля наполнена с уважением и величием Творца. Другими словами, где Всевышний, вы знаете, мой сын идет в единственный еврейский, можно сказать, религиозный садик здесь в Латвии, который Хаббат открыли, и там у нас есть какая-то такая песня, что Ашем, что Всевышний он везде, он и там, и там, и везде вокруг, и внизу, и наверху, я уже не помню, как они поют эту песню, такая забавная, смешная, добрая песня, но действительно, мы изучаем, что Всевышний, он везде. То, что мы обсуждали вчера о Иерусалиме, то, что мы знаем о Иерусалиме, о святости Иерусалиме, о святости храмовой горы, и сам храм, кажется, что мы противоречим, Медраж, противоречим Тору, потому что Всевышний он везде. Тора была дана для всех, именно в пустыне, там, где все равны. А здесь мне говорили, что все-таки есть одно место, которое лучше, есть одно место, которое более избрано, есть одно место, которое более святое, чем других, а именно это место у одной колени, а не у другой, значит, это колено, что ли, лучше, чем другая колена? Вот такой вопрос, который, можно сказать, чуть-чуть мы ответили на вчера, во вчерашний урок, и, конечно, мы также ответим более конкретно этот вопрос уже на урок, который будет в четверге, но это вопрос, который хочу вам оставить, как открытый вопрос на данный момент. Мы знаем, что пока царь Давид не выбрал, что Иерусалим стал главный город в своем царстве, и в итоге его сын там строит храм, первый храм, народ Израиль приносил жертвоприношения в разные места, в разные места, ну, так, как только есть у нас храм в Иерусалиме, решают, что можно делать и приносить жертвоприношения только в Иерусалиме, и в двух всех остальных местах это нельзя делать, тоже это заходит в этот вопрос, а как так, и как будто оно противоречит то, что мы обсуждали всего лишь несколько минут назад, то, что мы изучаем от этой главы недели Адбамидбар. Если вы помните, мы сказали вчера, что есть три момента, три аспекта, которые ограничивают человека в этом мире и в нашей жизни. Ограничение места, если я здесь, значит, я не там, ограничение времени, я здесь, я не вчера, я не завтра, я здесь и сейчас, я не могу, так кажется, передвижаться во времени, и в итоге последнее ограничение это я сам, то есть, все, что я понимаю, то, что я воспринимаю, то, что я слышу и вижу, это через призма своя, то есть, я не могу видеть, смотреть, как другой человек, я не могу поставить себя по-настоящему на место другого человека, третье ограничение, мы это обсуждали, и есть исключения, одно из них, как раз место, Иерусалим, мы видим, что разные мудрецы пишут о земля Израиля, все-таки еще называется земля Бетавана, и храм, построенный в Иерусалиме, не потому что, и, и, как сказать, Иерусалим не стал святым, потому что храм был построен, а потому что в Иерусалиме это особенное место, и там храмовая гора, она более особенное место, именно из-за этого было решено, чтобы именно там построить храм, то есть, то, что строение храма было в Иерусалиме, это результат святости места, особенности места, а не причина, то есть, храм является причиной к святости Иерусалима, и только о этом вопросе можно, я думаю, обсуждать долго и интересно, но, как я сказал, сегодняшний урок наш, главный мотив это пустыня, так давайте вернемся в пустыню, я хочу обратить внимание на невероятные слова первого адмора Хасидут Гур с Фатемет из Гурок Кальвария в Польше, и я буду читать на иврите, потому что я не хочу пропустить ни одно слово от святых слова этого мудреца, и, конечно, буду вам переводить. Сфатемет говорит так, пока народ израиль не получили наконец-то тору на горе Синай, Сфатемет говорит, что весь мир был как пустыня, как пустыня, что это значит как пустыня, креотичный мир, случайный, непонятный, и так далее. И надо знать, что всевышний, когда он послал души человечества и в них, конечно, конкретно души народа Израиля, души вошли в как будет правильно это сказать на русском, мир, который можно сказать, что это мир в изгнании, мир, который отключен от истины, отключен, как будто от ворца материальный, конечный, киотичный, случайный, там, где сильнее выживает, там, где присутствие и дозор Всевышний скрытый от нас, там, где есть проблемы и болезни, и смерть, мир, который как будто он пустой и в изгнании. И именно из-за этого ва лхе наталону кадош баруху эле аматанот из-за этого всевышний дал нам подарки, подарки человечеству через определенного народа, через народ Израиль. Эле аматанот, эти подарки, шияяру лану бахешха таулам, которые будут освещать нам в темноте этого мира, в темноте материи, в ней, среди нее мы живем. Увекуаха туава митцвот шенитан бена Исраэль. И в силы мудрости Туры и заповеди, которые были даны народу Израилу от Всевышнего, яхолим и такен улам, они, то есть мы, мы можем заниматься исправлением этого мира. Довольно интересно, что когда мы смотрим на народ Израиля, всегда была тенденция историческая заниматься исправлением мира. Проблема, что мы постоянно это делали неправильно. Не просто так, можно сказать, в большинство какие-то революции мы видим очень большие активисты евреи. Не просто так, как сказать, они хотели как лучше, к сожалению, вышло как всегда, потому что они не понимали, не знали, забыли, духовные правила этого мира, который, кстати, также можно прочитать в статте «Мир в Мири» от Раби Д'Алеви Ашлага. И мы все, весь народ Израиль, мы занимаемся с исправлением, мы должны заниматься с исправлением этого мира с помощью силы, заповеди и, конечно, мудрости ТОО. Бехоль Йом Тфилин В Цицит В Крият Шмар и так далее. То есть, каждый день и Тфилин, и Цицит, и чтение Крият Шмар и так далее. То есть, почему это дело каждый день? Почему не один раз и все? Потому что каждый день я занимаюсь некоторой работой, с некоторым исправлением, каждый день еще какие-то искры, частицы, которые я очищаю, поднимаю, освещаю, исправляю. Из-за этого это, можно сказать, возможно, даже некая сизифная, якобы, работа, но она ежедневная, она постоянная. Это не один раз делал и все, я отдохнул, она постоянная работа, потому что именно через митцово, через эту духовную работу мы себя исправляем. Умина Тора магия Ишу в Веседер лхололам. И именно из Торы, через Торы заходит в наш мир покой и порядок для всего мира. И то, что интересно по поводу митцвод, если вспомнить то, что пишет Бен Ишхай в своей книге от Юсеф Хай в предвидущей главе недели, в последней главе недели книга Вайкра, то есть глава Беху Котай, он пишет там в начале главы написано им Беху Котай Телеху, если вы будете соблюдать, ходить по моим стопам, по моим правилам, ведь митцводайте и шмол, и вы будете соблюдать мои заповеди, мои заповеди, вя ситему там, и вы будете их делать, и вы будете их практиковать. И Бен Ишхай задает вопрос, почему написано и соблюдать, и делать? И одно из моментов, которые он обсуждает, я знаю, что я поделился этой мысли несколько раз с разными людьми, с кем я общаюсь в главе недели, что казалось бы, что часть митцвод, часть заповеди явно не приносит какое-то, как сказать, какую-то физическую благу, а эти митцвод, которые изначально их дизайн для того, чтобы влиять духовно, как раз то, что здесь Сфат Эмин говорит, исправить мир из духовной точки зрения. Например, Лулавия Трог, например, Тфилин, именно из-за этого говорит Бен Ишхай, почему бы, чтобы мы сели, закрыли глаза, помедитировали, использовали свое воображение и представили себе, как будто вот я сижу и я делал Тфилин, я представляю себе, как конкретно я сейчас беру свой Лулавия Трог, все четыре растения праздника, Суккот, представляю себе, как я захожу в свой шалаш, в свою сукку и начинаю трясти их, почему надо физически этого делать. И он объясняет, дает много ответов, очень-очень интересные, рекомендую прочитать в книге Одью Сефхай, там очень много, как оказано, на уровень драж, понимания главы недели, но здесь, как мы видим, именно через практику можно что-то исправить в нашем мире, наш мир, мир ассия, мир действия, из этого надо физически действовать, чтобы исправлять этот мир, и также мы видим Ацфат Эмет, и дальше вот самое главное, можно сказать, цитата, которую я хотел с вами поделиться. «Именно из-за этого», и мы видим это в этой главе недели, написано конкретно в какой год, в какой месяц, в какой день этого месяца, когда мы читаем эту главу, написано так, «бэйхадла хода шашани, башана шани, башана шани, для цитата, мэра цмитсань». Написано, когда происходит то, что будем сейчас читать, в первый день второго месяца, во второй год после исхода из Египта, то есть, спустя год и месяц, после того, что вышли из Египта, вот сейчас событие, которое мы читаем. И почему написано конкретное время, конкретное место, настолько конкретно какой месяц, какой день и так далее. «Авше кола Тора лэмалам иазман». Даже то, что вся Тора, она выше, чем времени. Помните, когда мы обсуждали шавуот? «Авзе айкар авудат бене Исре лэмших ора Тора веагдуша». «Лето хазман ватэва». Все равно, вся наша задача, наша духовная задача, задача народа Израиля это нести это подвести святость Тору, святость Тора и святость Всевышней в этот мир, во время, в место. Там как раз, где есть ограничения в этом мире. Помните, мы сказали, что место и время нас ограничивают и в нас, конечно. То есть, вся идея раскрыть святость Творца здесь и сейчас в этом мире, в нашем теле, в этом месте, в этом времени. Замечательно. Именно из этого Тора обсуждает место, время, именно, когда мы получаем Тору, для того, чтобы мы понимали, это был наш намек о том, что мы получили Тору, когда, мы получили Тору, где, для того, чтобы мы осознать, что мы получаем, для того, чтобы ввести и раскрыть святость Творца в этом мире. То есть, есть святость в этом мире, есть большой смысл, для чего мы здесь живём. Это не то, что мы чисто грешники, наше тело ужасное и так далее, и надо только ждать грядущего мира. Нет, мы пришли именно потому, что здесь, в этом мире, находится наша задача. Именно в этом мире мы можем достигнуть самую большую высоту, самих высоких вершин, которые существуют для человечества, для души человечества. Именно из этого также и Тора нас считает, и очень много каких-то материальных моментов. Мы берём лулавьи тогами физически, их трясём, мы надеваем физически тфилим, окей? То есть, это что-то физическое, для того, чтобы нести эту святость в нашем мире, потому что, как сказать, заповеди, которые связаны с идой, с нашим телом. Понятно, почему надо практиковать. Это самохранение, это наше здесь существование, это наше здесь выживание. А вот все эти митсвот, митсвот, все эти заповеди, которые надо практиковать, но их смысл, задача, она духовная. Надо всё равно практиковать, из-за того, чтобы ввести благословение и святость Творца, раскрыть присутствие Творца в этом мире. И, конечно, ещё всё, что объяснял Банишхай в начале его трактата на главу Беху Кутай. Так что мы видим, что не просто так целая книга, и первая глава в этой книге называется Бамидвар, или пустыня, потому что идея пустыни, она важна для нас. Как написано, что каждый из нас должен от себя сделать пустыню и осознать, для чего мы здесь. Это не значит, что если кто-то меня будет ударять, надо дать вторую щеку, надо у меня себя защищать и так далее. Да, мы не говорим о здесь, извините за слово, но стать подкаблучником не эта идея. Но в общем и в целом, именно эта борьба с нашим эгоизмом, то осознание, что даже если у меня есть что-то лучше, чем других, я более умный, я более богатый, я более красивый, я более сильный, у меня лучше связи и так далее. Осознать, что это благо Творца, что это дар Творца, и для чего оно было дано? Для того, чтобы я мог нести больше благословений и раскрыть присутствие Творца в этом мире. Я надеюсь, что эта идея, она понятна, и я надеюсь, что дал вам достаточно, как сказать, адреса, где можно побольше прочитать и углубляться в этой мысль. И от нее я хочу отойти чуть-чуть к следующей мысль, которую мы находим тоже сразу в начале этой главы недели. Написано, что надо возвышать, или также, мы понимаем, надо считать голову всех народа Израиля. Если вы помните предыдущую главу недели, то, что мы обсуждали, что когда я считаю человека, это также означает, что я считаю его или ее мнение, то есть каждый мне важен, и как раз мы это видим у Рамбан, у Нахманида, который пишет об этом, что считали народа Израиля каждый лично по своему имени. Не было такое, что приходили к одному, вот, Марк, скажи, сколько у тебя людей дома, и ты даешь цифру, Леонид, сколько у тебя людей дома, ты даешь цифру, Гидон, сколько у тебя дома, и так далее. Нет, такого нет. Каждому лично заходят по имени, смотрят в глаза и так далее, осознать важность каждого человека. То есть, когда мы считаем и также показываем ценность каждого, также несем порядок в нашу реальность, и от этого Бен Ишхай, я продолжаю в книге от Йосеф Хай, который я упомянул несколько минут назад, тоже здесь. Бен Ишхай считал, что Сеуэ Трош, поднимайте или считайте голову всех, всех группа или народа сыновья Израиля, слово все или всех, оно личное. Не надо сказать всех. Если у меня есть какая-то группа, я говорю, считайте группу или считайте народа. Почему надо сказать всех в народе? То есть, слово всех, он говорит, оно кажется ненужное в этом месте, и он объясняет очень красиво. Он приводит пример, что мы знаем, что Бен Ишхай жил примерно 100 лет назад в Багдад. И кто-то к ним подошел и рассказывал, и ашкенадские евреи, мы знаем, что сефарды, евреи, которые жили, если это Северная Африка, если это Азия и так далее, больше оставались в традициях, связанных со своими традициями, историей и так далее. В то же самое время была то, что мы называем реформа и образованность, и все-все-все эти большие изменения, которые произошли в Европе. Много евреев, которые отошли от Оры, отошли от традиций, возможно, даже на зло и так далее. Я знаю эти истории из моей собственной семьи, дедушка, который еще изучал хейдер, но когда уже стал хирургом, себя называл космополит, несмотря на то, что в итоге все-таки завершил свою жизнь в Израиле и в Иерусалиме, захоронен в Иерусалиме, то есть не было никакого сомнения важности того, что является часть народа Израиля, когда никто не видел, никто не знал, и рисковал себя, и сделал обрезание людям, как хирург. То есть, но все равно многие из наших были абсолютно далеки от Оры, отошли от этого. Реформисты, например, и так далее. И какой-то ученик подходит к большим другим, и начинает говорить, что вот смотри на эти евреи в Ашкеназии, в Европе, они такие, другие, как они отошли, как они пошли против Торы, и, возможно, даже не надо их называть евреи, и не называть их часть народа Израиля, и так далее. И ужасные слова. И мы видим, что Банишхай останавливает его, и просто ставит его на место, и рассказывает ему что-то очень интересное. Я не захожу в все детали, я не хочу, чтобы урок длился 3 часа, очень интересно прочитать в книге, если кто-то захочет потом, может быть, когда мы сможем вместе открыть и прочитать слово дословно. Он говорит ему, ты знаешь, народ Израиль, то, что мы сегодня называем евреи, иудеи, мы евреи, мы иудеи, мы народ Израиль, потому что мы сыновья Авраама и Цхака Якова. Дарование того не сделало нас евреями. Дарование того не сделало нас народа Израиль. А Тура была дана укрепить это осознание и понимание, что это значит быть народом Израиля. Что это значит быть сыновья Авраама и Цхака Якова, Сара и Вкара, Хелилея. И тогда мы сможем сделать свое дело, мы сможем реализовать суть своей жизни, реализовать то, для чего мы пришли в этот мир. И они шагируют тем, что эти люди отошли от Туры. Они не перестали быть народа Израиля. Они все равно, часть нашего народа. И здесь в этой главе Паминьба мы видим Ты должен поднять, ты должен считать голова каждого из народа Израиля. Неважно, если ты его любишь или не любишь, отошел он от Туры или нет, выбрал он как ты, правых или левых, или нет, думаешь ли ты он, что он гуманный, или не думаешь, что он красивый или нет, что цвет волос, или цвет кожи его слишком белый, или слишком смуглый, и так далее. Каждый из народа Израиля, и он рассказал ему пример. Бен-Ишхай рассказывает историю о одного еврея в Европе, который достиг очень высокий статус, был очень богатый, сидел за столом с королями, царами, государами и так далее. Ел с ним, конечно, само собой, не ест кошерно, не соблюдает шаббат, вряд ли изучает Туру. И рассказывает о этом евреям, что он был, его позвали на званый ужин у очень важных, очень уважаемых людей. И он зашел в свою карету, и по дороге дети там кричали ему плохие слова, которые означают еврей, жить, жить. и он им кидал золотые монеты. И потом вокруг стал он рассказывает это событие, ему говорят, почему ты им кидал золотые монеты, надо было их побить, надо было их наказать, надо было поставить их на место, ты же такой великий человек и так далее. Он говорит, нет, что вы о чем? Они не сказали, они не сказали ничего плохого обо мне. Я горжусь, что я еврей. Я действительно еврей, из-за этого я им дал эти монеты золота. То есть здесь Бенишхай этого показывал, этого показывал, что вот эта гордость она есть. Я знаю одного еврея, дорогого, не скажу имя, может быть, потому что он будет слушать этот урок. И в очень высокие позиции, в основном в русскоговорящий мир, сделал, работает на очень высокий уровень, и так получилось, что ему надо было зайти к какому-то президенту в СНГ, и это был 9-го дня АВА. Тысяча АВА, который это день пост, это день, который в нем мы стараемся сидеть на полу, аспект траура, мы не едим, не пьем, не моемся, мы не одеваем кожаную обувь и так далее. И когда он понял, что он не может отменить эту встречу, эту встречу, надо быть там, именно в этот день, так он ехал туда, как и есть, он не мыл соперед, то есть, то, что надо делать, он делал, и он даже зашел с противными кедами, которые они не кожаные, на эту встречу. то есть, у него даже не был вопрос сейчас, а как будут меня смотреть, они меня хотят, что я был там на этой встрече, не проблема, но это кто я есть. Даже если они все соблюдают, как положено, даже если они все знают, я все равно это делаю. И это как раз то, о чем Бен-Ишхай говорит, то есть, мы должны считать каждого. Мы знаем, что, к сожалению, в Израиле так кажется, что неважно в какой группе внастилениях ты находишься, ты всегда думаешь, что ты меньшинство. И так, есть некоторые группы людей, которые считают, что Израиль идет в крайнее правое мнение из точки зрения политики, и это плохо, и это разрушит Израиль. Другие говорят, нет, наоборот, Израиль идет налево, и это разрушит Израиль. Третья группа скажет, вот, пытаются от нас сделать религиозный, на нас давить, чтобы мы соблюдали Тору, эти религиозные контролируют нашу жизнь, не дают нам жить и так далее. Четвертая группа скажет, наоборот, борются против нашей традиции, против религиозной компоненты иудаизма, и стараются делать нам хуже и назло. То есть, каждая группа как будто видит себя как меньшинство, и это неправда. И надо понять, что в конце дня мы все вместе, мы все один народ, и надо считать каждого. Значит, каждого, это тоже мы видим в этой главе недели. и это как раз так же можно увидеть в понимании той же самой пустыни, что Тора была дана в пустыне, была дана каждому из народа Израиля, чтобы потом народ Израиль дал каждому из народов мира. из-за этого как Кровошлаг переписал о том, что даже самое худшее, которое есть в этом мире, нет у нас разрешения этого уничтожить. Да, если надо отодвинуть, если надо отстранить, чтобы то зло, чтобы то плохое не принесло сейчас ущерб, боль и страдание, пока оно не развится и начнет быть полезным в этом мире. Но уничтожить чего-то, кого-то, нет у нас такого разрешения, и мысли такие-то напрямую идти против замыслятворения и против Творца. Так что, если, можно сказать, как-то суммировать наш урок сегодня, я хочу его суммировать сначала с неким вопросом. Кто из вас, кто из нас чувствует периодически, что он находится в пустыне? Что нет ничего, ничего не получается, сухо, непонятно, киотично, страшно, слишком жарко, ночью слишком холодно. Если кто-то хочет из нас, который чувствует эти моменты в пустыне, и мы хотим порядок, мы хотим оживиться в этой пустыне, надо получать стол, потому что она нам была дана как раз в эти места. Именно там, где есть темнота, именно там даже сам маленькая свеча будет освещать место. Пока солнце горит, пока солнце сияет, даже сильный прожектор не добавляет ничего. Но в течение того, что есть прожектор и солнце в небеса и комфортно и хорошо, это наше время практиковать для того, чтобы когда ночь наступает, мы сможем создать даже маленькие свечи, у кого-то маленькая свечка, у кого-то прожектор, но даже маленькая свеча добавляет очень много свет в этом мире. И для этого мы пришли сюда, чтобы освещать этот мир. Так что именно в пустыне была дана то, именно когда я в моей личной пустыне, это как раз мой шанс, мой момент принять стол, получить ее и практиковать. и этим сказано. Если кто-то из нас хочет исправить мир, хочет сделать этот мир лучше, тогда верно надо заниматься социальными проектами и поддерживать больных и слабых, и строить больницы, и помогать, дарить и расширить образование, и воевать с болезнями, и воевать с голодом. Но это временно, это не постоянное. Если мы хотим истинно исправить этот мир, это часть нашей духовной работы. Из-за этого нельзя нам забыть Турай Митцвот, нельзя нам забыть мудрость Торы, и этот невариантный инструмент, инструменты, который называется Митцвот, заповеди. Теперь я хочу получить Тору, хочу исправить тьми, замечательно, делай от себя пустыни. Не думай секундочку, что ты лучше и возвышен от других людей. Даже если ты в такой позиции на данный момент, потому что кто-то над тебя работает, или на данный момент ты физически сильнее, красивее, богаче, это не значит, что ты лучше, это значит всего лишь, что у тебя есть больше возможностей на данный момент заниматься с исправлением мира, раскрытие присутствия Творца в этом мире. Делать себя пустыню, потому что в пустыне получаем Тору. И второй момент, как бы Нишхайдам это описал, считать каждого, считать мнение каждого, даже если считаю, что он неправ. Как Джон Стюарт Милл сказал, у каждого некоторая часть правды, именно через наши отношения, наш разговор, наш диалог, мы можем убрать примеси, убрать лишнее, и оставлять чистую правду, которую каждый из нас понемножку от нее держит. И в конце концов, когда я чувствую себя, я вижу себя в пустыне, не помню, что это только кажется пустыней, потому что даже в самой худшей пустыне поверхность выглядит мертва, но под поверхностью есть богатство, есть жизнь, есть даже вода, и животные, и движение, и порядок. И это то, что я хочу раскрыть в нашем мире. как царь Соломон писал песню «Эшет хайл мим ца, кто нэдзиоцит бедоблесну женшену». Помните, в пятницу он по-йомет у песню «Перед кидош». «Эшет хайл мим ца, грахок мипни михра, батар бавалев баалав и шала ло и хесар и так далее, в парад акалфавит. царь песни считается «Сара матриарх». Но он пишет о нашем мире. Наш мир, который на поверхности кажется далекий, пустой, темный, материальный, конечный, но под поверхностью Всевышний наполняет всю реальность. Это я хочу помнить. И тогда я могу по-настоящему получить историю исправлять этот мир, раскрывать присутствие Творца. И вы знаете, мудрецы, в том числе, например, Хасидут Большем, Тови Дуги, шли, например, в лес или даже выходили в пустыню для того, чтобы отключаться от каких-то внешних влияний. Для того, чтобы найти себя, для того, чтобы осознать, кто я есть, для того, чтобы укрепить мою личную связь со Всевышним. И даже если на данный момент, которые в нём много из нас всё равно сидят в карантине и нет шанса выйти на природу, отключаться от внешнего мира, отключаться от технологий, отключаться от влияния других людей, у нас всё равно у каждого из нас есть эта возможность практиковать эту личную хорошую пустыню с помощью шаббат. Что в каждый шаббат отключиться от влияния внешнего мира и за счёт этого найти себя, найти суть свою, найти свою истину. И тогда я могу по-настоящему выйти заново в этот физический мир, в эту якобы пустыню и раскрыть прелесть, которая есть в этом мире. Так что хочу, конечно, всем нам сказать удачи и успех и хорошая неделя. Давайте сделаем усилие услышать стоу. Все, кто не находится на карантине, услышат стоу. Наконец-то в этой неделе, дай бог, у нас здесь в Юмале первый раз за, я думаю, два месяца, что будет миньян в шаббат и мы сможем читать стоу в день Иерусалим в пятницу и, конечно, шаббат и бамидба. И спасибо всем, кто были здесь с нами, спасибо всем, кто смотрит через Facebook. Спасибо.